Специализированный магазин пиротехники «Дядя Гриша» представляет 6-й Всероссийский фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад». В этом году фестиваль фейерверков удалось сделать еще масштабнее и зрелищнее. Приехала с Калининграда. Очень хороший концерт. И вообще мы ждем фейерверка. Дают специальные очки, шарики бесплатно. Очень вообще круто тут. На мероприятии собралось около 8 тысяч зрителей. За безопасность и максимальный комфорт отвечали более 600 человек. Это сотрудники полиции, ОМОН, ЧОП, команда дружинников и волонтеров. На прилегающих автодорогах порядок обеспечивали сотрудники ДПС и ГИБДД. Для удобства зрителей были организованы специальные парковки для личного транспорта и доставка на бесплатных автобусах с центрального автовокзала, которые отправлялись на фестиваль каждые полчаса. В этом году нам удалось собрать самые титулованные команды России. Если мы раньше собирали команды из разных городов, у нас была география, можно сказать, от Калининграда до Китая. Если, правда, у нас Китай не стрелял, он был жилин, у нас стреляла Польша, Владивосток и так далее, Казань. То в этом году все команды из Москвы так вышло, потому что это все команды, которые участвуют в самых крупных, самых масштабных фейерверках. Олимпиада в Сочи, Аллы Паруса и так далее. В этом году фестиваль фейерверков приурочен ко Дню физкультурника. На специальных площадках любой желающий мог принять участие в соревнованиях по волейболу, армрестлингу, толчку гири и, конечно, уже традиционных соревнованиях по народному жиму «На кубок дяди Гриши». Большое количество интерактивных площадок не давали скучать никому, а для детей работал целый парк аттракционов и развлечений. Аниматоры, аквагримеры, ростовые куклы, персонажи любимых мультфильмов, веселые ходулисты, непредсказуемый фокусник и многие другие. Так как фестиваль сориентирован на семейный отдых, то вход для детей до 10 лет бесплатный. Не забывали организаторы и о том, что для хорошего отдыха нужно как следует подкрепиться. На площадке было представлено гастрономическое разнообразие на все вкусы, включая любителей покушать не только вкусно, но также использовать для своего здоровья. Шеф-повара, бармены, полевая кухня и просто мастера кулинарного искусства на открытом воздухе поддерживали гостей фестиваля в тонусе, добавляя сил наслаждаться всем происходящим. Также на фестивале проходит конкурс фотографии, результаты которого можно посмотреть на сайте фестиваля и в официальной группе ВКонтакте. Музыкальная составляющая фестиваля была на высоком уровне. Танцевальная разминка под ритмы дискотеки от братьев Хэ. Настоящая вечеринка под лучшие хиты от ретро-ФМ «Смоленск», а также выступления признанных музыкальных коллективов, любимчиков публики, группа «Хейлис», группа «Твердый знак», специально приглашенный певец «Алишер», вокальная группа «Акварель» и, конечно, долгожданные гости фестиваля группа «Конец фильма». Очень красивая природа, чистый воздух, доброжелательные, радушные хозяева, которые нас встретили. Ну и сейчас самая яркая часть программы – наше выступление, а потом фейерверк. Демонстрировать настоящее пиротехническое искусство приехали самые титулованные команды – участники российских и международных фестивалей фейерверков, а также самых масштабных пиротехнических шоу в России. Результат не имеет значения, потому что самое главное, ну, в плане места, то, которое дадут, самое главное, если сам удовлетворен своей работой, соответственно, и командой, да, то есть если все счастливы, видишь, что сделал максимум, это основное. Нет, эту работу надо свою любить, понятное дело, и я свою работу люблю. Она, конечно, и приносит и деньги, но удовольствие она приносит тоже. Итак, в шестом Всероссийском фестивале фейерверков приняли участие команды «Фейерверк Мастер», «Большой праздник», «Пиророс», «Орион Арт», «СЛК», «Пирокласс», «Дядя Гриша». Конечно, главная награда для выступавших – бурные овации, восторженные возгласы, крики и слезы восхищения. Каждая команда в свое выступление вложила неимоверные силы, усердие, труд и свою душу, получив свою порцию искренних, положительных эмоций от красочного пиротехнического шоу. От себя хочется добавить – шестой Всероссийский фестиваль фейерверков прошел успешно. Я думаю, люди, наверное, ради этого все и приехали, ради фейерверков. Что могу сказать? Отлично, просто сказочно и круто было сделано. Ребята постарались, молодцы. Фестиваль замечательный, он имеет право на жить и должен жить. И я думаю, что каждый год он будет все интереснее и интереснее. Потому что и команда очень сильная приезжает сюда выступать в «Смоленцах». Все гордятся своим участием. Удачи. Во-первых, шесть фестивалей таких отрубить – это дорогого стоит. Ну и если пригласить в следующий раз, мы отнесемся к этому, я думаю, посерьезнее. И сделаем еще красивее. Наша справка. За шесть лет в фестивале фейерверков приняли участие 35 пиротехнических команд из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Риотов, Королев, Сергеев-Посад, Краснодар, Липецк, Уфа, Смоленск, Казань, Владивосток, Нижний Новгород, Шецин, Польша, Симферополь, Севастополь, Челябинск. И посетили в качестве гостей фестиваля около 50 пиротехнических компаний, как российских, так и зарубежных. И более 50 тысяч зрителей. Исполнители и музыкальные коллективы. Дмитрий Леонов, Сергей Зуев, Шоу-балет-фаворит, Елена Товаркова, Светлана Бокова, Алексей Ивчиков, Шоу-баян-про, Шоу-группа Тандем, Кавер-группа Следующий кадр, Вечеринка Ретро-ФМ, Группа Хейлис, Группа Твердый знак, Вокальная группа Акварель, Дискотека Братьев Х, Образцовый акробатический коллектив Икс, Группа Мамульки Бэнд. Группа Пропаганда, Группа Гагарин Бразерс, Группа Технология, Юлия Чичерина, Алишер, Группа Конец Фильма. Ждем вас на седьмом Всероссийском фестивале фейерверков. Заявки направляйте по адресу newdefitzvizdopadsobakabaka.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова